Зарплата чиновников округа снизится с 1 января 2017 года. Предложение о сокращении расходов на госаппарат было озвучено главой региона Игорем Кошиным и сегодня поддержано депутатами регионального парламента на внеочередной сессии. Снижение направлено на экономию средств окружного бюджета. Ожидаемая сумма экономии составит порядка 180 миллионов рублей. Эти средства власти округа направят на выполнение социальных обязательств. Принимаемые меры сократят зарплаты госслужащих на сумму до 20%. Речь идет о снижении премий, выплат за классный чин, единовременной помощи к отпуску. Принятие таких непопулярных, но необходимых мер вызвало вопросы у депутатского корпуса. Не получим ли мы в ближайшем будущем кадровый голод по государственным служащим, особенно по квалифицированным, опытным специалистам? И каким образом будет обеспечена эффективность работы органов государственной власти округа? Как справедливо отметил руководитель аппарата администрации Михаил Васильев, НАУ занимает почетное второе место в стране по уровню оплаты трудогослужащих. И даже это снижение несущественно повлияет на эту статистику. Будет отток «нет» мы увидим, потому что мера у нас с вами временная. И если какие-то вещи произойдут, мы всегда сможем подредактировать. Это первое. И средняя заработная плата даже с снижением будет выше средней заработной платы в Ненецком автономном округе. Поэтому средняя заработная плата государственных гражданских служащих до сих пор будет достаточно достойной. Еще на этапе обсуждения законопроекта депутаты озвучили предложение о дифференцированном подходе к вопросу о сокращении заработных плат чиновников. По мнению законодателей, зарплаты руководителей и специалистов должны сокращаться не в равной степени. Это предложение разработчики законопроекта учли, убрав нижнюю планку. И если ранее законопроектам предлагалось снизить зарплаты чиновников на 20%, то в новой редакции законопроект приняли с поправкой до 20%. Каждый ГРБС, каждый работодатель сам отрегулировал данный вопрос. И мы вчера приводили пример, вы просили задать вопрос по специалисту. Насколько снизится зарплата? Так вот эти 20%, если взять специалистов даже разных у меня, то одного я вчера приводил, пример, у него зарплата останется 50, допустим, тысяч, там было 58, да? А точно такой же специалист, допустим, в другом отделе, у него зарплата останется не 50, а 58. То есть разница в 8 тысяч рублей двух специалистов одинакового профиля в разных отделах говорит о том, что ГРБС вправе и может выровнять зарплату, если посчитает это необходимым. Стоит отметить и тот факт, что сокращение зарплат чиновников – это не просто мера экономии, но и требования Минфина – непременные условия для получения бюджетных кредитов. С этим депутаты регионального парламента не могли не согласиться, как и с тем, что полученная экономия поможет сохранить социальную поддержку населения. Те средства, которые мы здесь сэкономим в районе 200 миллионов рублей, они должны и будут направлены прежде всего на то, чтобы поддержать наш социальный блок. Были среди депутатов и те, кто выступил против любого сокращения зарплат в регионе, в том числе и зарплат чиновников. В итоге решение о сокращении заработных плат чиновников было поддержано большинством голосов депутатов и принято в первом и втором окончательном чтениях.